В Центре этнической культуры столицы Дагестана состоялась пресс-конференция премьер-министра Республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, которая была посвящена предварительным итогам деятельности Кабинета Министров в текущем году и планам на 2024-й. Заместитель директора Арея Дагестана Знаур Абдурашидов озвучил вопрос о том, что делает правительство для того, чтобы у людей была возможность жить и зарабатывать в горах круглый год. Например, мы строим дороги, да, на горной территории, на горной территории, раз, мы проводим газ буквально на днях в двух селах Сумадирского района, в двух селах Сумадирского района включили газ. То есть все построено сфотеренными дорогами. И на счет рабочих лиц, они должны заниматься сельским хозяйством. Они должны заниматься выращиванием скота, отформиванием скота. Потом, если они несколько семей таких будут заниматься отформиванием выращиванием, чтобы их продукцию переводить, есть очень хорошая форма государственной поддержки для слоу. В ходе конференции была затронута тема мясоперерабатывающих предприятий. Как рассказала Дулмуслимов Дулмуслимов, мясоперерабатывающие мощности в республике созданы на базе более десятка предприятий. И работа по их наращиванию продолжается. В целом, цеха в Дагестане за одну смену способны переработать около 200 тонн мяса. Помимо этого, он ответил и на вопрос журналистов о проекте капремонта детских садов. На реализации данного проекта в республиканском бюджете на нынешний год предусмотрены средства в размере 300 миллионов рублей. Всего на участие в конкурсе было заявлено 85 дошкольных образовательных организаций от 38 муниципальных образований. По итогам, состоящегося в конкурсном отборе в 2023 году победительный проект капризный 29 дошкольных образований, 24 муниципальных образований. В случае модели финансировано 424 миллиона рублей. В том числе, как я уже говорил, до 300. Это из бюджета республики. Их 124 миллиона рублей из бюджета муниципальных образований. В рамках встречи премьер-министр анонсировал мероприятие по расширению производства шерсти и принятию решения о создании кластера на территории республики. А также озвучил ответ на вопрос об отставке министра строительства и ЖКХ Артура Сурейманова. А что за ним нужно? Ну, так всегда, Артур, что не хотелось бы знать вам. А это вы уже сами собственные расследования проводите. Я констатирую факт этого вопроса. Во-первых, Артур Сурейманов во всех этих проектах, о которых я говорю, и водовод Махачкала, и водовод Чикейский, как они, Чикейский, Буйнац, водовод Чикейский водохранительщик, Махачкала, Каспийский, Сбербаш, потом водоотведение Каспийской облаборации. Это все, вся идея о вашей поляной жизни повторяется тем разработкам, которые непосредственно активно участие принимают и федеральные центры, и за руководство республики, и за себя, за всех, он все эти решения привел. Поэтому Артур Сурейманов грамотный, образованный, высококвалифицированный специалист. На встрече также был озвучен вопрос роста цен на куриные яйца, который вызван птичьим гриппом, повышением стоимости на вакцину и логистику. 70% этого продукта завозят в регион из других субъектов. Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, правительство уже нашло решение. В Дагестане планируют активно развивать птицеводство.